Всем привет парни! Ну что, как ваши дела? Рассказывайте. Сегодня хотел бы с вами поговорить о TS-5. Это американская премиум ПТ-САУ 8 уровня, штурмовая. Не знаю как кому, мне она лично очень нравится, я кайфую от этой машины. А кайфую почему? Потому что она очень и очень интересная. Это как тяжелый танк, но без башни. Поэтому давайте сегодня о ней поговорим, рассмотрим ее и ответим на вопрос, стоит ли ее покупать в новом 2024 году и кому она подойдет. Поэтому присаживайтесь поудобнее, полетели! Как я уже сказал, TS-5 это премиум ПТ-САУ США. Из достоинств машины сразу можно отметить, это его орудие. 120 мм видим у нас, пробитие базовой ББшкой 248, кумуль голдовый пробивает 300 мм, альфа за выстрел 400. Фугас пробивает 60, альфой в 515. При этом у нас немаленький разброс 0,44 и отличное сведение 1,8 секунды, что очень даже хорошо. В стоке у нас ДПМ 2824 очка. И это как бы дофига, потому что поставив сюда досылатель, поставив сюда просто инструкцию на досылатель и доп. паек, мы получаем на восьмом уровне парни 3750 среднего урона в минуту. Это при том, что у нас бронированный танк, у которого 1500 очков прочности и сумасшедшее бронирование, если понимать, как на ней, конечно же, играть. Расплачиваемся мы за это все, естественно, подвижностью, поэтому машина медленная, это некий такой аналог Т95, но на восьмом уровне с той лишь разницей, что здесь сумасшедший ДПМ и просто максимально комфортно продавливать направление или удерживать позицию. Поэтому, если вы рассматриваете для себя невидимые ПТ-САУ, эта машина точно не для вас. Это скорее для любителей ТТ, понимающих, что такое бронирование. Видим, что у нас запас очков прочности, как я уже сказал, 1500, 260 мм брони, о ней мы поговорим более детально в коллижен. И видим, что по мобильности с турбиной, трофейной, у нас получается мощность движка 840 лошадей, при этом 13,84 лошади на тонну и максималка 31 вперед, 15 назад. Ну, как бы по подвижности она, да, она скучненькая, но за броню нужно расплачиваться и все-таки пушка, она нивелирует все эти минусы в плане подвижности. Добавляя парни к орудию, тут, конечно, не очень хорошие УВНы в минус 5 градусов вниз и плюс 20 вверх. То есть УВНы не рекордные, от рельефа играть на нем довольно-таки сложно. Было бы здесь минус 10, это была бы прям лютая и лютая имба. Стоимость снарядов у нас, парни, обычный снаряд стоит 860, голдовый кумуль 1050. То есть недорого, в принципе, все как обычно. Цены на уровне остальных машин. По экипажу качаем обязательно ремонт боевого братства. Это прям мастхевные перки. Остальное по вашему усмотрению. В принципе, друзья, по танку поговорили, давайте посмотрим коллижен, а дальше посмотрим бой. Поехали в коллижен. Коллижен модель этого танка выглядит таким образом. Видим сразу, что у нас здесь очень серьезное бронирование, куда ни ткни. Но не считая большой, конечно, башенки. Это проблема американцев, современная и испокон веков. В целом, как видим, защищена ПТшка очень даже неплохо. Есть у нас НЛД, но там тоже 200 мм и попробуй ты ее еще пробей. Нужно выцелить, потому что он под такими хорошими довольно углами. И чаще всего она даже в НЛД не пробивается. Тем более, те, кто умеют на ней играть, будут, скорее всего, доворачивать. Для восьмерок она крайне сложная цель. Это правда. Девятки, десятки уже будут пробивать почаще. Но рубка танкует. Я покажу бой, где много натанковано. То есть, как на ней играть расскажу. Броня здесь есть. В бортах также имеется очень серьезное бронирование. Чаще всего парни ее пробивают через каток. То есть, если под такими углами, оно проходит с уроном. Не знаю, почему это сделано непосредственно в этом танке, в коллежен модели. Но имейте это в виду, что катки лучше не подставлять. Потому что часто они вот в такую проекцию пробиваются с уроном. В остальном машина танкует. Дальномеры эти уроны не принимают. То есть, сколько кидали, ни разу не видел, чтобы в них залетал урон. То есть, из явных минусов это башенка. Благо, она маленькая, не такой прыщ, как у Т110Е5. Но все-таки сюда с уроном могут прокинуть. И НЛД. Его сложно выцелить, конечно, но возможно. Поэтому имейте в виду. Ну что, с броней мы обсудили. Давайте глянем бой и поговорим, как на ней играть. Поехали в бой. Бой, друзья, у меня на карте Студзианки в топе. Как видим, я играю со взводным. Хомо, вы видели его бой, когда я делал обзор на Объект 277. То есть, мы такие обычные пацаны. Ничего заоблачного. Принимается решение ехать изначально, конечно же, на флаг. Тут без вариантов. Стоять в кустах я на штурмовой ПТ-САУ не собираюсь. По оборудованию я в ангаре не особо рассказывал, парни. Но сейчас скажу, на чем играю я. Это досылатель, вентилятор и непосредственно турбина. Желательно ставить турбину как минимум трофейную. Потому что у машины, ну правда, есть проблемы с максималкой. И вам, главная ваша задача, это добираться до поля боя. И без турбины вы это делать не сможете. Можно поставить даже обычную турбину. Но лучше, конечно, боновую в идеале воткнуть. Если вы берете этот танк себе на полноценный фарм. Засовываете в него все самое лучшее. Если еще и боновую оборудку всю поставить, прям танк будет вообще огонь. Если я, когда был пресс-аккаунт у меня ранее, я играл на нем боновая турбина. Боновый досыл и боновая закалка. То вообще было прям все классно. В остальном, можно поменять вентилятор, как я уже сказал, на закалку. Я лично играю с вентилятором, потому что закалки у меня нет. Но попробуйте. Если что, пишите свои варианты оборудования. Я также читаю все комменты, рассмотрю. Принимаю решение играть от этой насыпи. И я напоминаю, что у нас минус 5 УВН. И как бы нам надо играть очень аккуратно. Потому что чуть передвинем корпус. Все, промазали. Поэтому здесь главное занять правильную позицию. Пробитие ББшкой у нас не супер классное. То есть тут всего лишь 248 миллиметров. Но голда уже довольно-таки солидна. И весь бой будет происходить непосредственно в этой локации. Парни, на ней особо не покатаешься. Это танк одного направления. Поэтому я надеюсь, вы взяли чай, бутики. Потому что будем беседовать именно в таком ключе. Как видим, два выстрела, 800 урона. Все идет очень хорошо. Но здесь меня начинает вытеснять потихоньку Леви. Истри на фугасах. На него внимания не обращаем. Но у Леви довольно точное орудие. С которым будет очень большое количество непосредственно проблем. Так, одну минутку, парни. У меня входящий звонок. Секунду. Так, ну что, я здесь. Смотрим дальше. Леви, как я уже говорил, довольно имеет точное орудие. И у него неплохая башня. То есть даже для наших кумулятивов в 300 миллиметров. Льва пробить довольно-таки сложно. И на дистанции наше орудие. Оно перестает быть каким-то супер точным. Оно создано для ближнего боя. Потому что ПТ-шка-то штурмовая. И в идеале на ней ехать на близкую дистанцию. Средне-близкая дистанция перестрелок. Но видим, что танкует неплохо. И за какие-то полторы минуты, две боя у меня уже тысяча заблокированного урона есть. А будет заблокировано еще больше. Поэтому давайте обсудим, как на ней играть. Главное это понять, где вы можете быть эффективны. Неважно, десятка против вас играет, девятка. Здесь наплевать. Можно всегда грузить голду. Я напоминаю тем, кто недавно ко мне подписался на канал. Или просто впервые видит меня. Я из тех, скажем так, вододелов, кто считает, что голда в игре нужна. И играть на голде это неплохо. Если бы разработчики хотели, чтобы голдой не стреляли, она была бы за голду. Или бы ее вообще не было. Поэтому голду проблемой в этой игре я не считаю. Пробил в маску льва. Залетело ему прямо туда, ближе к погону. Приятный урон, 424. Стоим дальше. Видим, еще один залетает. И он меня пробивает. ХПшек у нас 1500. То есть, как у среднестатистического тяжелого танка, хватает размениваться без проблем. Так вот, куда нам нужно ехать в начале боя? Самое основное это понять, где вы можете быть эффективны. И опять же, я повторюсь, то что уровень боя это не так важно. Здесь самое главное понять, куда пробивать противников. Потому что играть на фулл голде на премии это тоже такое себе удовольствие. Машина должна фармить. Даже пускай сейчас у нас идет новогоднее наступление. И мы можем фармить даже на голде. Но имейте же ввиду, что оно не вечно, это наступление. Поэтому мы выбираем направление, где мы можем реализовываться на ББ. То есть, направление с тяжелыми танками это наше как бы основное направление. Но если вы видите там всяких маусов и так далее, не бойтесь играть от союзников и стараться давать по гусеницам и так далее. Чтобы по вашему просто ассисту был на стрел. Как видим, в этом бою я здесь стою абсолютно практически один. Принимаю, отдаю один. За мной, да, есть какая-то часть союзников. Но сказать, что они мне помогают, только мой совзводный, который находится рядом и держит фланг, чтобы меня не объехали. Остальные стоят просто сзади, занимаются чем-то своим. А я спокойно стою, размениваюсь. То есть, это и есть показательный геймплей на этой ПТ-САУ. Вы не должны бояться держать направление или давить направление. Но давить сложнее. Потому что, когда вы поедете сами, пусть у вас и есть ДПМ под 4000 и все такое, но закрутить ее проблем не составит. Поверьте, парни, мне, она вращается не очень хорошо. И какой-то средний танк или там бодрый тяж вас скрутит в два счета. Поэтому выбрали направление, заняли позицию, стоим, настреливаем и получаем удовольствие. Как видим, пушка на средней дистанции комфортная, альфа хорошая. То есть, пробитие тоже адекватное на ББ. Если не пробиваете ББ, грузите кумысы. То есть, что делать? Лучше уже парни выиграть, поверьте, чем просто с нулем простоять, никого не убить и ничего не заработать. Так хотя бы поднимите свой средний урон. Поэтому машина очень важна одного направления. Занимаем позицию, анализируем сетап противника. Едем и получаем удовольствие. Здесь я начинаю разбирать уже ИСа третьего. Кританули ему БКшечку 100% в щечке. И, наверное, надо бы мне поджиматься, потому что стоять тут все время как бы тоже не вариант. Пробую дать по сушке 101. Неудобный довольно угол. Ну, попробую, да? Там оранжевая. Не факт, что пробью. Пушка, я же говорю, на дальнюю дистанцию не факт, что она полетит. Как видим, снарядов у меня тоже осталось немного, всего лишь 10. Из них три кумулятива. Но, благо, этого будет достаточно для этого боя, честно говоря. Поэтому, какие ощущения лично у меня от этой машины? Я ее купил еще, когда был на Руссервере. Сейчас я нахожусь на Европейском. И мне машина дико понравилась с первого раза. Она не новый прям танк в нашей игре, но приобрел я ее не так давно, около одного или полутора лет назад. И периодически я ее, конечно же, выкатываю в рандоме. Мне она очень нравится. То есть она до сих пор сильный танк. Я не могу сказать, что она слабая или там стала слабее. Даже несмотря на то, что многие танки в нашем рандоме там поменялись уже. И есть машины, которые намного сильнее. Та же, к примеру, XM из коробок ПТ-шка. Тоже очень хорошая, очень классная. Там прямо УВН есть и башня такая непробиваемая. Все равно ТС-5 остается актуальной машиной. Потому что я в рандоме катаюсь каждый день. Особенно сейчас у меня были две недели, где был активный фарм. И, соответственно, этот фарм был на всех прям танках. Здесь оху меня пробивает. Чуть не убил. Соответственно, этот фарм был на всех прям танках. И я увидел, что игроки до сих пор не все понимают, как бороться с такими ПТ-САУ. Потому что машина, она сложная. Для тебя в прицеле, когда ты на нее выезжаешь. И многие боятся. То есть ты получаешь выстрел на ТС-5. Противник получает выстрел. И он уже начинает думать, стоит ли ему куда-то ехать. Потому что, ну, как бы, у тебя ДПМ и все такое. Тут надо думать быстро. Если она против тебя стоит. Ставишь в каток. Получаешь урон. Она чинится. Ставишь вторым выстрелом каток. И все. Здесь видим, в бортах он не полетел. А полетел куда-то вверх. Да здравствует формула разброса. Не знаю, парни, напишите. Но мне кажется, раньше, когда летела из круга в прицел. В круг. Прямо вот. Было лучше, чем сейчас. Оно сейчас все летит в разные стороны. Куда уходно, только не в прицел. Поэтому понятие точность в нашей игре, она просто отошла на второй план. И те значения, которые написаны. Те разбросы, которые указаны. Мне кажется, на сегодня это все полная чушь. И она не работает в том ключе, в котором должна работать. Добрал я здесь ОХО. Легко и изящно. Остаюсь вдвоем против Т-54. В спину по мне что-то прилетело. Даю шотик по 45-02А. Я шотный. То есть в спину уже едет Бураск. И меня убивает Линкс. 10-15 счет. 5300 урона нанесено. 6130 заблокировано. Из одной позиции. То есть мы приехали, заняли, стали таким железобетонным щитом. И практически выиграли направление. Если бы, конечно, союзники не слились на другой стороне. Поэтому такая вот ПТ-САУ ТС-5. Отвечая на вопрос, стоит ли ее покупать. Если любите тяжелые танки с броней. Это ваш выбор. Если вам больше нравятся кустовые ПТ. Берите шпатель, СУ-130ПМ. И все в таком ключе. Не забудьте написать, что вы думаете об этом ролике. Предложить обзор на свои танки. И увидимся. Хорошего всем дня. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok